Добрый день, я Корнив Юрий, фермер, проживающий в городе Красноармейской Саратовской области. Настоящее обращение является вынужденным продолжением ранее изложенного обращения фермеров Красноармейского района Саратовской области, правоохранительные органы, прокуратуру федеральную Саратовской области и Министерство сельского хозяйства Саратовской области, Федеральное Министерство сельского хозяйства России. Напоминаем, что проблема, которая заставляет нас повторно обращаться в органы власти, заключается в том, что на протяжении последних нескольких лет Краснольмейская районная станция по борьбе с болезнями животных совершенно незаконно взымает плату за проведение противоэпизоотических и профилактических лечебных мероприятий по особо опасным болезням для человека и животных. Речь идет прежде всего о взятии крови животных на бруцеллез, туберкулез, лейкоз, а также о вакцинации против сибирской язвы. В своих выводах и несогласии со сложившейся практикой мы опираемся на конкретный свод законов, приказов и постановлений, связанных с вышеуказанными мероприятиями. Обращаем также внимание, что примером в решении вышеуказанной проблемы является Ростовская область, где все перечисленные мероприятия регулируются административным регламентом предоставления государственной услуги в проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных от 21 декабря 2015 года до номером 90. Опираясь на вышеперечисленные законы, приказы и постановления, несложно определить порядок решения вопросов по организации и проведению на территории субъекта Российской Федерации мероприятий, связанных с мероприятиями по предупреждению и ликвидации болезней, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных. Как это сделали в Ростовской области? По логике всех перечисленных документов, все эти мероприятия относятся к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации. И осуществляются они за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Еще раз подчеркиваю, все финансовое и материальное и техническое обеспечение полномочий в области ветеринарии различных уровней государственной власти осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов. Однако, у руководителей ветеринарной службы Саратовской области своя логика, которая позволяет игнорировать перечисленные выше законодательные акты и постановления. В частности, нам так и не удалось добиться опубликования аналогичного Ростовскому административного регламента «Предоставление государственной услуги проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных». В свое время нами были посланы соответствующие запросы Росельхознадзор, Министерство сельского хозяйства и Управление ветеринарии Саратовской области. Суть ответа Росельхознадзора, а также ответа близнеца из Управления ветеринарии Саратовской области, начальника управления Молчанова, сводилась к голословному утверждению, что взятие крови на бруцеллез, лейкоз и крупного рогатого скота, аллергические пробы на туберкулез якобы не относятся к перечню особо опасных болезней. Поэтому услуга платная, а расходные материалы, шприцы, материалы для обработки места, вакцинации и так далее, должны приобретаться за счет средств владельца животных. При этом никаких убедительных ссылок на документы и законодательные или подзаконные акты приведено не было. В то же время на наш запрос в Федеральный департамент ветеринарии были ли в период 2011 по 2021 года какими-либо поправками выведены из перечня особо опасных болезней для людей и животных, такие болезни, как туберкулез, бруцеллез, лейкоз. Был дан четкий ответ, что эти болезни из списка не выводились, а только пополнялись новыми. Остается неясным, на каком основании управление ветеринарией Саратовской области самостоятельно вывело эти болезни из перечня особо опасных болезней для людей и животных, ведь оно является исполнительным, но никак не законодательным органом власти. Заметим, что ответить на этот вопрос не смог министр сельского хозяйства Саратовской области Ковальский. Выступая на специальном собрании по этой проблеме, которое проходило в городе Красноармейске в Саратовской области 19 марта 2021 года, при этом он не только не смог дать никаких разъяснений, но и фактически устранился от регулирования конфликта. Неудивительно, что на фоне таких действий власти абсолютную растерянность демонстрирует как районная, так и областная прокуратура. А мировые суды, принимая решения при рассмотрении исков пользу ветеринарных станций, ссылаются на нормы материального права, не прописанные в законе. В этих решениях нет ссылок ни на один реальный закон, который подтвердил бы законность решения судьи. Между тем, перечисленные основания являются не формальными соображениями, а существенными нарушениями норм гражданского права и Конституции РФ. Тут пришла хорошая новость. Федеральная прокуратура приняла решение о проверке действий саратовских ветеринаров, о задачах прокуратуру Саратовской области, на что та дала ответ. Цитата. В ходе проверки, проведенной прокуратурой области, управление ветеринарией правительства Саратовской области, установлены нарушения порядка оказания населению бесплатных платных ветеринарных услуг. Результаты этой проверки в целом свелись следующим выводом. Предупреждение ликвидации особо опасных болезней животных является задачей Государственной ветеринарной службы РФ, то есть обязанностью прежде всего органа публичной власти, исполнение которой не может быть поставлено в зависимость от наличия либо отсутствия финансирования соответствующего бюджетного учреждения. Потребители ветеринарных услуг, то есть люди, занимающиеся животноводством, не проинформированы об оказании бесплатных услуг управления ветеринарией Саратовской области и Красноармейской СББЖ. В связи с выявленными нарушениями прокуратуры Саратовской области вынесено представление начальника управления ветеринарией Саратовской области, которое находится на рассмотрении. О результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования всем будет сообщено дополнительно. После этого Красноармейская СББЖ перестала требовать оплату за эту услугу, которая проходила в весенний период. Это произошло и в других районах области. А вот окончательный результат рассмотрения акта прокурорского реагирования нам так и не был предоставлен. Казалось бы, да и ладно, справедливость восторжествовала. Но в ноябре 2021 года в Красноармейск прибыл из Саратова новый ветрач, чемоданкин Сергея Николаевича, который возглавил Красноармейскую СББЖ и тут же объявил о сборе денежных средств за проведение мероприятий по отбору проб крови на борцулез, туберкулез, ликоз за весенний период. Это что же случилось? Мы целые делегации посетили районную ветстанцию города Красноармейский и попросили предоставить нам план мероприятий с перечисленным всех включенных в него болезней на весенние и осенние обработки 2021-2022 года. Однако нам его не предоставили. Оказалось, что новый ветрач ничего не знает о решении управления ветеринарией Саратской области, принятом после мер прокурорского реагирования, то есть о предоставлении бесплатных ветеринарных услуг по мероприятиям, связанным с диагностикой и лечением скота от туберкулеза, борцулеза и ликоза. Впрочем, через три дня он все-таки привез из Саратова это решение. Называется оно «Приказ от 07.09.2021 года за номером 2005 об утверждении порядка выполнения ветеринарных работ, осуществляемых областными государственными ветеринарными учреждениями в рамках субсидий на выполнение государственных заданий». Прочитав этот приказ, мы были очередной раз шокированы «Крайне искудным перечнем нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственных ветеринарных услуг». Госуслуга представляется в интересах общества. Основанием для ее предоставления является план ветеринарно-профилактических мероприятий, диагностических исследований, прививок и лечебно-профилактических обработок животных в хозяйстве всех форм собственности на текущий год, наличие угрозы возникновения инфекционных заболеваний животных, в том числе общего для человека и животных. Удивительно, но в указанный приказ не попал не только план, но и перечень законов, на которые мы ссылаемся выше. Кроме одного. И даже постановление правительства Российской Федерации от 1998 года за номером 898 об утверждении правил заказанных платных ветеринарных услуг, в котором вторая и третья статьи четко разграничили платные и бесплатные услуги, также не попали в данный приказ. Между тем, в шестом и десятом пунктах своего приказа управление делает акцент на статью 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года за номером 7 ФЗ о некоммерческих организациях, кем является ветеринарная служба, которая и подтверждает наши доводы. В нем говорится, что финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными учреждениями осуществляется в виде субсидий из бюджетной системы Российской Федерации. Конкретно статья 2 утверждает, некоммерческая организация является организацией, не имеющей извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между участниками. В пункте 2 этого приказа хорошо, что попал один перечень. Ветеринарные работы осуществляются в отношениях болезней, вошедших в перечень заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия, утвержденные Министерством Российской Федерации в 2011 году за номером 476, в том числе 11 болезней, особо опасных только для животных. Также в пункте 2 этого приказа Управление ветеринарии Саратовской области ссылается на перечень работ в постановлении правительства Саратовской области от номера 220П 25 января 2018 года. Называется она «Об утверждение регионального перечня госуслуг». Госуслуги проведения диагностических мероприятий под номером 44, 45, 46. Соответственно, отбор проб, лабораторные исследования, вакцинация. Эти госуслуги бесплатные. Однако в этом приказе Управления ветеринарии Саратовской области мы не увидели ссылок ни на один приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации или постановление правительства Российской Федерации о том, что такие болезни, как бурцулиоз, туберкулез, ликоз, уже не являются заразными и особо опасными болезнями для людей и животных. И что мероприятия по этим болезням в перечне государственных услуг отныне являются платными. И еще. Рассматривая перечень работ, осуществляемых как государственные услуги от 25.04.2018 года за номером 220-п, мы отдельно обращаем внимание на пункт за номером 49, который гласит «Оформление ветеринарных сопроводительных документов, сертификатов, оформление ветеринарных сертификатов, свидетельств и справок услуга бесплатная». Этот приказ от 07.09.2021 года за номером 205 из шести страниц начальника управления ветеринарии Саратовской области Молчанов, судя по всему, хотел сделать подобием приказа Ростовской области от 21.12.2015 года за номером 90 об административном регламенте предоставления государственной услуги проведения мероприятий по предупреждению ликвидации заразных и иных болезней животных, состоящей из 76 страниц. Однако смотрится он по сравнению с ростовским регламентом как приказ огрызок. Предполагаем, что экспертизу в областной прокуратуре этот документ не проходил, иначе он бы вряд ли был бы утвержден. Суммируя все вышесказанные, мы вынуждены сделать вывод о том, что действия сотрудников ВИС-станций, настаивающих на оказание платных услуг по карантинным особо опасным болезням, общим для людей и животных, как и сбор ими денежных средств за ветеринарные свидетельства и справки собственников сельскохозяйственных животных на момент забоя являются незаконными и содержат все признаки коррупционной составляющей. Значит, все эти действия происходят под покровительством чиновников-руководителей, управления ветеринарией, Россельхознадзора и руководителя Аграрного комитета по Саратской области. Примером абсурдного поведения представителей областной власти может служить реакция на наши претензии руководителя комитета по аграрным вопросам Бабошкина Ивана Анатольевича, который на встрече с фермерами только развел руками, заявив, что, дескать, ну все же платят, только ваш Красноармейский район почему-то противится. Вот и все аргументы. В связи с вышеизложенным мы вынуждены повторно обратиться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, Федеральную службу безопасности с просьбой обеспечить федеральную безопасность тружеников села Российской Федерации от произвола чиновников, а также лично Генеральному прокурору Игорю Краснову, лично спикеру Государственной Думы Российской Федерации Вячеславу Викторовичу Володину, лично председателю Аграрного комитета при Государственной Думе Владимиру Ивановичу Кашину, лично к министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Николаевичу Патрушу, а также к депутатам Государственной областной думы с просьбой обеспечить решение этого очень важного для фермеров вопроса и добиться утверждения общего для всех прозрачного регламента государственных услуг по всем перечисленным выше ветеринарным мероприятиям с четким перечнем особо опасных болезней, борьбу с которыми берет на себя и оплачивает государство. Субтитры создавал DimaTorzok